Я сейчас возле таблички Лирдальский тоннель. Это самый длинный автомобильный тоннель в мире. Я уже в прискушении. Хочу поехать. 24,5 километра его длина. Вы можете представить себе? 24,5 километра. Ой, все, погнали. Конструкция тоннеля учитывает нагрузку на водителей, поэтому внутри тоннеля находятся три больших пещеры, каждая с интервалом в 6 километров. В пещерах синее освещение с желтыми огнями по краям. Сделано это для того, чтобы создать иллюзию восхода солнца. Пещеры предназначены для того, чтобы нарушить рутину поездки по тоннелю. И позволить водителям немножко отдохнуть. Они также используются в качестве точек поворота, а также для того, чтобы устранить приступ к лаустрофобии, которая может возникнуть во время 20-ти минутной поездки через тоннель. Вообще, наверное, это хорошо, что я сюда приехал в глубокой ночи. Здесь никого нет, машин практически нет, когда-никогда она проедет. И прям очень круто. Я могу тут погулять сам по этому тоннелю, походить, вот зайти на середину. Круто. Класс. В тоннеле на каждом километре есть знак, который указывает, сколько километров уже пройдено, а также сколько километров еще предстоит пройти. Все, закончилось мое путешествие по тоннелю. По самому длинному тоннелю, автомобильному тоннелю. Ключевой ствол автомобильного. Для человека, который проехал за последние 10 лет 600 тысяч, из них, кстати, около 400, это я путешествовал на машине, то для меня, конечно, очень значимо проехать по всему, что связано с автомобильной тематикой, дорогам, путешествиям и так далее. Продолжение следует...